О Санна Глория, О Санна Глория, Амин. О Санна Глория, О Санна Глория, О Санна Глория. О Санна Глория, О Санна Глория, Амин. Слава Богу, дорогие братья и сестры, мир и благодать вам от Господа нашего Иисуса Христа. И пусть Его милость пребывает с нами, и пусть радость нового дня от Господа нас охватит, обуяет, ибо радость в Господе наша сила. И пусть Слово Божье, ежедневный хлеб наш, Господь даст нам сегодня утром по милости и любви своей, когда мы взовем к Нему и попросим. Господи, даруй нам сегодня хлеб жизни, ибо не хлебом физическим жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Амин. Друзья, я сегодня хочу выйти с небольшим словом для вас. Тема послушания Богу. Что это такое, чем это едят? Отец Небесный, я прошу благословить это Слово, дать мне мудрости, дать мне веденье, и накормить братьев и сестер моих прямо с престола Твоей благодати. От Духа Святого. Во имя Иисуса Христа. Амин. Друзья, если, если, кто бы меня спросил, мир вам Божий народ с Грузии, амена. Агигат Аида Курбанова пишет. И тебе, Агигат, мир Божий. Благословение. Если бы кто меня спросил, какое самое важное качество нужно человеку явить в вере, я бы, наверное, задумался и потом все же ответил. Послушание. Именно это, именно это качество Господь в нас воспитывает. Не воинством и не силой, говорит Господь, но Духом Моим мы побеждаем. А как порой хочется, да, в некоторых ситуациях, что называется, двинуть кулаком или взять силы. Особенно вот для мужчин такое искушение. Я знаю, что многих мужчин Бог проводил через такие ситуации, когда можно было решить вопрос силы физической. Там, ну, к примеру, хулиганы задирались. Одно из самых первых моих свидетельств, я только-только стал верующим, и я познакомился с одним братом во Христе, с негром. И они приходили в церковь к нам харизматическую, помогали, учили нас. Этот брат был укреплен в вере. И вот мы с ним однажды идем по городу, и к нам пристают на площади два каких-то отморозки. Ну, они, в принципе, не сильного телосложения. Если бы там завязалась потасовка, я думаю, что брат-мегр бы с ними физически мог бы справиться, и даже без меня. Ну, а со мной так уже и подавно. Какая-никакая все-таки помощь. Но мне было интересно, как себя поведет именно брат, укрепленный в вере. Это был для меня урок. Как он себя с ними поведет? Как он разрешит эту проблему? Я как бы немножко отстранился и наблюдал. И вот они к нему прикопались. Вернее, к нам, но сначала к нему, потому что он был как бы... Прикопались, а он стал говорить просто спокойно. Иисус Христос Господь. И все. Иисус Христос Господь. Они ему что-то, какой-то вопрос задают. А он опять. Иисус Христос Господь. И так было три или четыре раза. И тут один из этих хулиганов говорит, я не понимаю, что он говорит. Я не понимаю. И, короче, плюнули и ушли. Но потом я уже прочитал в Библии о том, что имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и будет спасенный. Вот сейчас в нашей группе «Ново Христе» дискуссия развернулась о том, как нужно поступать в ситуации, когда нужно явить силу. Там вот хулиганы, да, хулиганы нападают на тебя. Что нужно делать? Ну, я рассказал тему, я вошел в эту тему и рассказал свое свидетельство о том, как с меня сняли куртку в лифте. Я тоже был тогда не особо верующий, где-то год или полтора, или два, может быть, не помню точно. И мама мне купила шикарную куртку. Я, когда эту куртку одел, плечи мои распрямились, нос у меня поднялся вверх. Я себя почувствовал очень важным таким петухом, важным человеком таким. Куртка, вы знаете, одежда, одежда, она дает ощущение какое-то определенное. Вот, например, я никогда не придавал значения одежде. Никогда. Мне было все равно, что носить, честно говоря. Я был неприхотливый. Там порванные штаны, так порванные штаны. Я особой аккуратностью не отличался. Но когда я женился, жена мне пошила, жена у меня швея, жена мне пошила костюм на свадьбу. А я никогда не любил костюмы, галстуки не переносил вообще. И вот она мне этот костюм пошила, я его одел. Я себя почувствовал другим человеком. Я себя почувствовал, что называется, белым человеком. Достойным человеком. Человеком, как бы, ну, чуть ли не царем. Но это было хорошее такое ощущение, правильное. Именно правильное. И вот когда мы получаем одежды праведности, да, у нас тоже наше достоинство Бог поднимает. Но очень важно, чтобы это наше достоинство не переросло в гордость. Когда я одел эту куртку, которую мне купила мама, такую пышную, у меня было не достоинство, скорее, а гордость. Гордость, что вот я такой важный. И вот я зашел в лифт. И тут же следом за мной двое хулиганов заскочили. Приставили мне палку к шее. И говорят, давай снимай куртку. И что делать? И я просто вопрошаю Господа. Господи, что мне сделать? И слышу явственный голос Божий. Отдай. Отдай. Я, может быть, бы и сопротивлялся. Но Господь сказал отдать. И я снял куртку и отдал. Пришел домой, позвонил. Мама ахнула, увидев меня. Недавно купила дорогую мне куртку. И тут... И потом, когда я молился, Господь мне открыл, что когда я одел эту куртку, меня обуила гордыня. И я ходил в гордыне. А Бог гордым противится. И вот таким образом Бог меня моей гордости и обрезал мою гордость. И обрезал. Так вот, друзья, самое главное в Боге – это послушание. А Гигат пишет, там, где вы находитесь, очень шумно. И видно, не любят Иисуса Христа. Молитесь за них. Да, я молюсь за них. Я нахожусь в Израиле. Я нахожусь на работе. Тут действительно шумно. Но это такие условия. Я прошу прощения за то, что это шумно. Так сказать, в боевых условиях записываю вам проповедь. А Израиль действительно не жалует Иисуса Христа. И ему нужно являть Христа. Но проповедью нужно являть. Но в этой проповеди нужно являть мудрость и послушание. Почему? Потому что Израиль, евреи, они очень много зла вынесли от христиан. Это специфика. И это специфика. И евреям палец, что называется, в рот не клади. Они прекрасно знают Библию. Особенно вот эти ортодоксальные евреи. А со мной работает много верующих евреев. И что-то им рассказывать так особо успеха не будет. Надо являть. Христа надо являть. Являть нужно его своим отношением, своими поступками, молитвы, как вы правильно сказали. Агигат. И когда я приехал в Израиль, и первый раз я поехал в Иерусалим, и попал в храм гроба Господнего. Храм гроба Господнего. И там есть такое место. Это храм гроба Господнего считается христианской святыней номер один во всем мире. Потому что там, на этом месте, был распят Иисус Христос. По православной католической традиции. Протестанты думают, что это место немножко иное. Там недалеко, но немножко иное. Есть так называемый сад протестантская Голгофа. А православные считают, что в этом месте, где водружен храм гроба Господнего. Там есть второй этаж. Надо по узкой лестнице подняться наверх, на самую гору Голгофа. Это все находится под зданием храма. И я туда забрался, когда первый раз. Я увидел, там очередь такая стоит. И все подходят, как бы такая вот маленькая, ну типа, ну не знаю, маленькая келья такая, что ли, типа шкафчика, куда можно залезть и помолиться там. И залезть туда довольно трудно, потому что она довольно узкая. И я узнал, что Ельцин, когда был в Иерусалиме, он тоже, он даже залез. смог залезть в это место и помолился тоже. И когда подошла, я встал в очередь, когда подошла моя очередь, я залез в это место, и я попросил Бога, скажи мне что-то на этом святом месте, на месте, где по преданию был распят Иисус Христос. Что ты мне скажешь? Дай мне какое-то свое слово. Мне очень важно услышать, что ты скажешь. Я услышал явственно Слово Божье из Библии, строчку из апостола Павла. «Сила моя, говорит Господь, совершается в немощи». Вот эти слова, они сопровождают меня всю жизнь, всю мою христианскую жизнь, фактически. И что это такое? Немощь – это и есть послушание, друзья. Сила Божья в послушании. Помните эпизод в Библии, когда ученики Христова хотели сжечь, сжечь деревню или какой-то город за то, что они не приняли Христа. И Христос говорит, не знаете, какого вы духа. Не знаете, какого вы духа. Послушание Богу – это и есть основа нашего хождения. Это не значит, что вечно быть в смиренном таком, в забитом положении. Нет. Иногда нужно являть силу духа, когда Богу угодно. Потому что являть силу духа в такие моменты и означает послушание. Пример Самсон. Бог даровался в сону огромную силу. Он закрушал врагов. Но это было Божья воля. Каждая ситуация индивидуальна. В каком-то случае нужно проявить мужество и силу. Явить. И сдачи дать, я верю в то. И меч порой нужно взять, когда враг на тебя нападает. Я думаю, это по-христиански. Если есть на это Божья воля. Я не есть пацифист. Если есть Божья воля, можно взяться и за оружие, друзья. Я в это верю. Но в основе всего должно быть послушание. Вы знаете, меня поразил один эпизод, который я видел в кино. Есть такой американский режиссер, еврей, Стивен Спилберг. И у него есть такой фильм спасение рядового Райана. В этом фильме есть один эпизод. Я сейчас буду говорить как бы твердую пищу для вас. Держите ухо востро. Я не призываю вас верить мне на слово. Я призываю, чтобы вы думали, размышляли, попрошали Бога. И вот этот эпизод, когда американский солдат в рукопашность схватился в схватке с фашистом. Фашист здоровее и сильнее. И он, в конце концов, этот фашист убивает этого американского солдата. Убивает, кажется, ножом. Но меня поразило, как это он сделал. Там не было ни капли ненависти. Там не было ни капли жестокости. Там была нежность. Вы можете себе представить убийство с нежностью? Для меня это было шоком. Оказывается, можно и так. Когда схватки, схватились двое, кто-то должен умереть. победитель, победитель делает все, чтобы облегчить смерть своего соперника. и он ни капли не ожесточается. И вот такие вещи можно наблюдать в некоторых единоборствах. В боксе, когда, допустим, боксируют верующие люди, спортсмены. Они не ожесточаются, укрепленные в духе, они не ожесточаются на своих противников. Они не проклинают их. Там идет чисто соревнование, спорт с правильным отношением. И наше сердце никогда не должно ожесточаться. И вообще, нормальное состояние христианина это быть кротким и смиренным сердцем. Об этом говорит Иисус. Придите ко мне, все страждущие, обремененные, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен. Как Агнец безгласен он был, когда веден был на заклане. Когда Христос хотели сбросить с горы, помните, он проповедовал в синагоге в Назарецкой и обличал евреев в неверии. И они взбеленились, что называется, начали бесноваться, схватили его, повели на гору свержения. Недавно я был на этой горе и делал ролик, записал. И Христос не дрался с ним, он просто прошел мимо них. Бог дал ему именно вот этот выход, дал ему силу пройти. Он не бил никого, просто пройти. Он освободился, видно, от их объятий тесных, от их оков, и прошел. Никто не смог ничего сделать. но на кресте Христос отдал себе в руки расплодителей. Потому что наше свидетельство, оно может быть разным. Ведение Божие, оно может быть разным. И я рассказывал недавно в этой теме как вести себя когда хулиганы. О другом случае, который со мной произошел, когда я сошел на остановке автобусной, передо мной впереди шла женщина, которая бронила кошелек. и я поднял этот кошелек и побежал за этой женщиной, чтобы вернуть, кричал женщина, женщина. Она, как назло, не слышала меня. Шла и быстро шла дальше. Я побежал за ней, и она куда-то пошла там за подворотню. И там передо мной вырос мужик и говорит, слушай, давай эти деньги разделим. И тогда я понял. что это подстава. И я начал ему говорить, я говорю, что я верующий человек и заниматься подобными делами есть грех. Он так к меня присутствовал. А верующий так задумался и ушел. А кошелек я, по-моему, я не помню, то ли я ему отдал, то ли этой женщине. А, ему, кажется, ему, но не помню уже. Но я ему дал свидетельство. а потом я узнал, что это обыкновенная схема развода. Они заводят человека потом, который присваивает эти деньги и стрясает с него и эти деньги, и его деньги. Группа мошенников. Бог уберег через послушание, через то, что я не захотел вступить в сговор преступный. не дал возможность засвидетельствовать. Другой у меня был случай, когда я поймал вора в автобусе, увидел, что человек засунул руку в карман, хотел кошелек, я взял его за руку и говорю, а мы как раз мимо тюрьмы проезжали, я говорю, ты что, хочешь попасть в это учреждение? он ничего так начал отнекываться, отнекываться, потом дверь открылась, на остановке он убежал. Иногда надо явить смелость, сказать человеку, остановить человека. И проявление малодушия в этом случае, это есть непослушание Богу. я помню случай, когда я тоже только уверовал, я стоял в очереди на автобусной остановке, передо мной женщины говорили о правительстве и проклинали, говорили нехорошие слова о правительстве. Бог мне сказал, давай это, скажи им, что ты. Тут подъехал автобус, они зашли в автобус, я следом за ними, и в автобусе они продолжали там на полавтобуса громко клястить правительство. Я тогда сказал, вмешался в разговоры, говорю, женщины, нельзя это делать, и начал им проповедовать просто. И что удивительно, вот я не хотел как бы сначала встревать, потому что я знаю такой тип людей, как эти женщины, с ними невозможно разговаривать, ты им одно слово, а они тебе десять в ответ. Их невозможно переговорить, почему я не хотел встревать, но Бог побудил, второй раз ко мне обратил, давай. И когда я начал говорить, они затихли. И мне было удивительно, почему? Бог закрыл их рты, Бог заставил их слушать. Но если бы я сделал это по плоти, я уверен на сто процентов, что они бы меня переговорили там, подняли хай и сделали бы меня виноватым. Послушание. Необходимо послушание. Но были моменты, когда я был непослушен Богу. И я терпел поражение. Были такие моменты, когда я являл трусостью. Или когда я наоборот пытался что-то продавить какое-то решение силой. Знаете, у меня есть, Бог меня обличил, у меня есть такая одна нехорошая черта. Я загоняю противника в угол. Ну часто при дискуссии я загоняю человека в угол вопросами, я загоняю его в угол логикой. И Бог мне однажды сказал, говорит, слушай, ты не делай так, потому что это не от меня. Являй Бога, являй мой характер кроткий, смиренный. Я буду действовать через твою немощь. Вы знаете, как можно определить человека, вот как я лично определяю проповедника с Богом, от Бога ли он или нет. Вот присмотритесь вот по этому качеству. Начните видеть, на что надеется человек. на свое красноречие. Уверен ли он в себе, в своих сил, либо он надеется на Бога. И когда мне был открыт этот принцип, я стал замечать. я и в себе стал замечать, вот когда я начинаю служение, допустим, я являюсь лидером группы прославления, надо всегда пропустить вперед Бога. Есть какие-то паузы, когда ты видишь, что человек действительно обращается сейчас к Богу, что он смиряется и что он пропускает вперед Бога. Что он действует не сам по себе, вот эти моменты, моменты сотрудничества с Богом, они видны, если внимательно присмотреться. И вот сейчас я ищу эти моменты. Вот выходит проповедник за кафедру, и я смотрю, чьей силой он проповедует, своей ли тогда это плоть, либо его дух, либо он имеет кроткое сердце, смиренное, и он пропускает вперед Бога. Вот очень важно научиться пропускать вперед Бога. Это то, чему я сейчас учусь. И меня Бог обличает, что я не всегда это делаю, что я еще часто по своей плоти делаю, не всегда спрашиваю Бога, как мне поступить в той или иной ситуации. увлекаюсь, допустим, беседой и даю ответ, не подумавшись, не помолившись. И порой являю в этом ответе не Божий характер, а свой, плотской. Начинается перепалка, дискуссия, хотя стоило бы мне минуточку задержаться, помолиться Богу. И Бог обычно в такие моменты дает мне правильный ответ. Послушание. Бог ищет, добивается от нас именно послушание. Послушание, говорит Библия, это лучше жертвы, даже лучше жертвы. Вот мы приносим Богу жертву, жертву хвалы, другие себя приносим Богу в жертву свою жизнь. Это важно. Но послушание Бог ценит выше. Приобрести характер Христа это значит приобрести характер послушного Богу человека. Кроткого и смиренного. это есть главное. Потому что некоторые я знаю таких людей, некоторые христиане, они жаждут силы. Жаждут силы Божьей, жаждут чудес и знамений. И это неплохо. Ищите Господа написано и силы его, и лица его. И нужно понять, что силу Бог свою дает только послушные руки. силы. представьте, если необученному солдату дать в руки оружие, а он толком им не умеет пользоваться, он может наделать делов. Или как эти ученики Христа, которые хотели сжечь город, дай им эту силу, они бы сожгли, они бы наломали дров. Поэтому силу Бог дает только смиренным и послушным. Если вам Бог не дает еще силу, друзья, значит, вы еще не послушны. Вы еще не достаточно кроткие и смиренные перед Богом. Есть другая крайность смирения и кротости как бы ложная смиреномудрия. То, что называется ложным смиреномудрием. Когда человек начинает угождать Богу без воли Божьей, пытаться своими силами быть послушным. Но для того, чтобы быть послушным Богу, друзья, нужно иметь водительство. Ты своими силами не сможешь быть послушным. Иметь водительство Богу. Надо знать, когда явить послушание и перед чем явить послушание. Потому что послушание перед злом не есть воля Божья. И вот это, друзья, очень важная тема. Вот есть такое направление, толстовцы их называют, которое исповедует непротивление злу насилия. Да, принцип такой. Непротивление злу насилия. Я не считаю, что это принцип христианский. Когда ученики спросили, Иисус посылал учеников своих проповедовать, сказал им брать одежды, не брать одежды, брать питание, и меч один сказал, вот меч, у нас есть один меч. Иисус Христос говорит, довольна с вас этого меча. То есть Бог не против силы. И апостол Павел говорит о том, что не напрасно носит меч тот, кто стоит на страже закона. Не напрасно. Бог не есть пацифист. Но пользоваться этим мечом нужно только в послушании Богу. Так вот, непротивление злу насилием. Я не верю, что когда творится зло, а человек просто отворачивается от него, пытается убежать, пытается скрыться. Я не верю, что в этом есть послушание Богу. если ты ничего не можешь сделать в ситуации какой-то несправедливости, ты всегда можешь помолиться. Ты всегда можешь помолиться за эту ситуацию. И однажды я еще не был верующим человеком на моих глазах унижали женщину. Я был студентом тогда, но их было много. И я струсил, и я не вмешался. А я был в этот момент с девушкой с девушкой. И вот память о том до сих пор меня разрывает. насколько я проявил трусость. И в глазах этой девушки я проявил трусость. И она со мной рассталась. сам себе не мог простить этого. Долгие годы не мог простить. поэтому я не верю, что непротивление злу насилием это христианский принцип. Нужно являть силу, нужно хотя бы попытаться что-то сделать, но христианин должен это делать только в послушании Богу. Как Бог тебя поведет, важно не быть трусом, ибо трусливые не наследуют Царство Божие, но равно не наследуют Царство Божие и те насильники, кто силой пытаются решить проблемы. И вот у меня есть один брат верующий, который силой пытается решить проблемы. Он проповедует с нажимом всегда. У него есть такое понимание, что надо обязательно освобождать духовные территории от дьявола, от бесов. И когда он общается с людьми, он пытается их переговорить, его невозможно переубедить, он действует с напором, с агрессией. Человек думает, вот, я не знаю, почему он так думает, нет, у него нет успеха. Он не являет характер Божий, он не являет смирение христианское, потому что Христос трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Итак, друзья, вы видите две крайности. С одной стороны, трусость, с одной стороны, доктрина непротивления злу, которая вырастает из слов Христа, ударили тебя по одной щеке, подставь другую. Но это место многие неправильно понимают, друзья. Я вам сейчас объясню это место, что на самом деле имел в виду Христос, когда говорил, ударили тебя по одной щеке, подставь другую, просят у тебя одну рубашку, отдай две, да, просят пройти одну миль, пройди две мили. Есть в Ветхом Завете заповедь закона Моисеева, око за око, зуб за зуб. И люди тоже неправильно понимают, частенько по плоти, мол, выбили тебе глаз, ты должен выбить в ответ другой глаз, глаз тому человеку. Выбили тебе зуб, ты должен в ответ выбить другой зуб. Друзья, но это неправильно. Это образное выражение. И оно означает меру воздаяния. То есть выбили тебе глаз, твой противник через суд должен возместить ущерб. Не своим глазом, а материально возместить твою нетрудоспособность, возместить ущерб. Вот о чем этот принцип. И когда Христос говорит ударили тебя по одной щеке под вторую, он не выступает против этого принципа. Христос исполнил закон, так написано, и он не может нарушать этот принцип. Значит, тут о чем-то другом сказано. Христос говорил о чем-то другом. Он не выступал против справедливого воздаяния, на чем настаивает принцип око за око, зуб за зубом, справедливое воздаяние. Тогда что означает слова Христа ударили тебя по одной щеке, подставь другую щеку. Они означают, чтобы человек не мстил за себя во злобе. Они означают, чтобы человек сохранил кротость, смирение перед Богом, сохранил правильное отношение. яви смирение, яви эту паузу, чтобы человек увидел. Ты не отвечаешь, он ждет, кто-то тебя ударил там, к примеру, и он же ждет, что ты дашь ответ, что ты ему так вмажешь, или сказал тебе какое-то грубое слово, и он же, это же естественно, так ожидать в ответ, что ты в ответ скажешь такую же грубость, и тут ты являешься совершенно противоположную реакцию. Ты не мстишь за себя, ты не пытаешься унизить, обидеть и нанести ущерб своему противнику. Но в любви ты можешь действовать так, как тебе поведет Бог. И тут нужно правильно понимать вот эти вещи, потому что если взять слова Христа не как образ, подставь вторую щеку, а буквально, то можно совершенно не туда уйти. Вот я так был воспитан в церкви, не воздавай зло, непротивление злу насилию. Ударили тебе по одной щеке, подставляй вторую, ударили тебе по второй щеке, подставь первую, ударили по первую, опять подставь. Вот я так думал, друзья, я был так наставлен. И Бог меня учил, что это не так. Как Он меня учил? Соседка, которая жила надо мной, начала нас заливать. Она залила раз нас. Мы простили. Залила второй раз, простили. Залила третий, простили. Залила четвертый, простили. Я устал уже щеки подставлять. И в очередной раз, когда она залила, я исполнился благодатного гнева. Я пошел в ЖЭК. Позвал мастера свидетелей. Они пришли, посмотрели, оценили ущерб и предъявили ущерб соседке. Соседка сделала нам ремонт. Позвала мастера, платила его услуги. Сделала нам ремонт. после этого заливы прекратились. человек заплатил своим кошельком. Представляете, вот это научил. если неправильно понимать эти слова «подставь щеку», то можно просто попасть в неправильную ситуацию. Нужно сделать, усмирить свой гнев и в спокойствии его просить Бога, что сделать, и в ясности ума дать адекватный ответ. Вот что означает заповедь «ударили по одной щеке, подставь вторую». Укротить свой гнев. Явить человеку смирение, не отвечать злом за зло. Вот что означает эта заповедь. Не отвечать злом на зло. И поэтому, друзья, послушание Богу, смирение перед Богом есть есть основа основ хождения верующего человека. И благословит вас Господь. Спасибо вам за то, что вы меня слушали. И до следующих встреч. Благодать Господа нашего Иисуса Христа пусть будет с вами. Амин. Христа 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 роза Христа